снова проекты снова фантазии цветов и фасонов разнообразие слова не мои слова моего зрителя и я от всей души благодарю вас мои дорогие за то что вы фонтанируете идеями повышаете настроение и помогайте мне в работе сегодня в видео я расскажу вам о своем первом впечатление о пряжи вултайм и поговорю о спицах новых для меня зинг от нет про вот со спицы начнем значит вообще зинге зингами зингулечками как это сказать кем чем творительная поддержка в общем спицами зинг от нет про я вязала они были на леске и очень часто слышала что вместо значит соединения как-то у них цепляется за пряжу не поленилась сходила принесла то есть плюсом но прям очевидным плюсом является цветовая гамма они всегда разным цветом каждый номерок свой цвет имеет и слабой стороной что слабым пунктиком данных спиц является именно место соединения так много людей жаловались что вот тут вот пряжица застревает это везение говорят что если они попались без вот этого цепкого места а вот про носочно-чулочные спицы только самые положительные отзывы и вы вот этого самого до места стыка здесь нет и цепляться нечему у меня никогда не было подобных спиц я обожаю вязать на простых гаммовских чулочных это такая надежная штука поэтому меня вот в основном номера именно гаммовские также куда деться от эстетической стороны если у меня от нет про кубики деревянные магазине дом пряжи я брала yarn house это невероятная красоты и спицы и вот толстенькие вижу и наслаждаюсь кто любит деревянные да конечно под что-то подходит металл под что-то дерево тонкие спицы такие же не постоянно как бы дровят сломаться по ощущениям мне кажется что вот-вот сломаются от устенькие это наслаждение но для фотографий еще для чего-то кто вяжет слабенько это прелесть а вот нет про новая кубик они разочаровали когда я их только взяла на обзор мне писали таня они такие хлипкие они в руках вот нагреваются и начинают выписан какая кривенькая у меня этого не было но так как мне писал не один не два не три человека наверно процентов 10 говорили ничего не не гнуться а все остальные говорили гнуться я дала подругам повязать и вот у подруг что одной что другой сразу они приобретали ну мне очень важно было как-то даже дискуссию вели руки захват нагрев в общем далеко мы зашли у меня не не гнулись но такое количество людей когда сказали к девочке пережить пожалуйста и загнулись они мгновенно они примутно стали хлипкими стали гнутыми как чих-то руках они хлипкие и вот значит было интересно конечно у меня подержать руках зимки посмотреть потому что прям смотрю целыми наборчиками есть и ади мне еще хочется повязать потому что у меня есть где вот они подарочек от иран и ручки бранд хая хая прелесть конечно деревянные спицы основные гамовские тоже абсолютно все наборы были сейчас половина роздом половина утеряна и ади обязательные тоже попробую так как ади номер три с половиной не было оказал что можно даже был троечку взять на тройку меня есть вот многие носочки начала на тройке именно гамовской я три с половиной взяла что хочу сказать спицы действительно великолепны ничего плохого о спицах я сказать не могу мне самое главное чтобы вот не цеплялся здесь кончик и когда я покупаю гамму если вдруг хоть одна спица я прям этот и другой конечек какой-то можно образец взять еще что-то провожу и когда цепляется конечек ну можно конечно наждачки но хочется купить то что уже никаких проблем не создает кончик для меня приятной остроты пальчик не колет и в то же время хорошо захватывает нитку они твердые они настоящие надеюсь уж не будут гнуться у меня и тени гнулись они как-то вот по твердости напоминают мне гамовские для меня это самая надежность когда носик закрываешь там вот тут нажимать деревянная я боюсь тоненькие вот и скольжение ну как и у зинк тех скольжение не вот прям такое как скажение какое бывает сильное скользкое просто вот у спицев drops ази я про круговые скольжения что называется прям как-то помогает скользить а здесь нет но тем не менее очень удобно очень удобно и пожалуй что я буду дальше работать буду работать однозначно даже говорю пожалуй что я буду набирать все номера чтобы были такой некий наборчик этих спиц довольно девочки ваши отзывы о спицах комментариях только приветствуются когда я показал эти спицы вот распаковка магазина распаковка посылки с магазина паквул именно там я брала спицы отзыв был только один пока еще что спицы очень нравится что это рабочая лошадка что служит много-много лет и как новенькие то есть иногда вот например у спиц drops их обожаю их нежно люблю покрытие блестящее она стирается там такой как розоватый что ли остается место протертости здесь вот как новенькая я понимаю что мы все вяжем по-разному и так далее я спицами довольна единственное единственное мне кажется что вот если мы переходим уже к пряже они большоваты эти спицы именно для носочных изделий вот для вултайм ализе помечено то здесь рекомендовано так переходим пряж давайте сначала и так новиночка она уже прям скоро будет совсем не новиночка полюбилась на мастерицам в основном конечно мы все разные вултайм от ализе 75 процентов супер вошь и 25 процентов полиамид насколько я помню я вечно путаю полиамид еще с чем-то вот такой классический носочный состав видите спицы рекомендуется 45 и я вот исходя из этих рекомендаций думаю носочки я буду вязать три с половиной девочки которые писали в комментариях что очень понравилось это пряжа вязали шапки снуды джемпера кардиган и я даже сегодня не перечислю вот кто носочки вязал троечкой я вот поэтому приготовила тройку и приготовила три с половиной что мне хочется сказать три с половиной зыбковато для моей плотности под носки думала что резинку я буду вязать троечкой а дальше я буду вязать три с половиной паглинок три с половиной я оставлю это хорошо он не протирается и так далее поэтому я вижу вот троечкой потом вижу три с половиной и когда я уже перехожу собираюсь приходить на пяточку и опять перехожу на тройку действительно мне вот тоже я согласна с девочками которые писали еще раз говорю все только ручки нам подскажут наше тактильное ощущение для меня все-таки троечка она в одну нитку если имеется ввиду самое то поэтому пятку и паглинок я буду вязать тройкой как и резинку пятку и стопу я буду вязать тройкой как и резинку паглинок позволю себе вязать три с половиной уж больно хочется повязать новыми спицами но но если я вот к этой самой вултай мушки соединю присоединю например тонюсенькую тонюсенькую ниточку лидии она ведь казалось бы прям ее и нет на 1613 метров на 100 грамм тем не менее тем не менее могу смело вязать троечкой с половиной кто-то скажет ну куда и так значит нитка толстая ты тут еще присоединяешь кому нужны тонюсенькие носочки в обувь то вообще об этой ниточке как носочная речь не идет я же люблю вязать толстые носки очень люблю раньше вязала из всего подряд когда еще носочная пряжа не ворвалась в нашу жизнь так как она сейчас и вместо тапочек очень многие носки носят я люблю толстые носочки кроме лидия но я как в пример значит привожу давно мечтаю себе из верблюдика связать возьму такую темненькую пряжу и и пусть носки следочки вот этот от мотош такой был верблюжий 90 верблюда 10 чего-то в магазине итальянской пряжи в перми я подсекала это верблюд прям аромат запах и вы сколько не вязала все дарила как-то не тепленькая вещь прям такими большими волосками остевыми которые распушиваются после распушаются после стирки в общем я хочу себе наконец-то связать вот так вот когда остатки останутся сначала носочки тоже спится три с половиной будет самое то ну и конечно мой любимый махер чеки всем приготовила махер чек любой тонюсенький махер чек носочку с махером соединять я люблю и обожаю вот когда очередной раз я надумаю связать себе что-то подобное здесь конечно спицы три с половиной будут ну просто прелесть прелестная и так если со спицами я более-менее разобралась в плане номера все-таки под для одной ниточки под мою плотность подходит именно троечка если я беру тонкий подмот три с половиной я прям скоро буду вязать именно с подмотом пока хочется вот познакомиться с пряжей как таковой с номером разобралась хорошо а вот с количеством петель не могу когда я слышу что девочки ализе супер вождь ну как сказать не эту пряжу а простой ализе супер вождь набирают 54 62 68 для меня спицами два с половиной например для меня это получается как у меня с детства что ли идет вот сорок восемь петелек двенадцать значит на спицу на одну четыре нормальных людей 4 я вижу на 2 3 рабочие и нормальные носки мне было если как с какой-то ниточка еще так это вообще речи не идет о том что там 50 редкий раз на полную мужскую ногу набрала я 48 здесь думаю но если по 54 девочки там 68 мне кажется паглинок большим вот и я не могу избавиться от мысли что паглинок большой широкий и когда я набирала 1 я почему-то хотелось за зелененький с белым цветом у меня вообще полоски должны были быть везде ну как должны кому они должны хотелось мне так молочные полоски как-то это настолько ярко все было и вот в желтенький вчера вечером я тоже хотела мне сказалось такое красивое сочетание но в итоге я на поменяла все вот на этот бежевый или серенький это назвать неважно скорее всего полоски будут в ряд каких носочках зато однотонные беленькие буду вязать с огромным удовольствием никак к сути не подойду в общем набрала я 48 и понимаю это много и это много чуть ли был не распустила первую пару как вот мне одна подружинка попросила связать потом человеку мы его очень хорошо знаем модневые ходят в плаще в носках и чтобы из под кроссовок выглядывали полоски ну я вообще очень люблю нестандартных людей которые одеваются так вы знаете как как не как все игры если вот еще например только такие носочки еще были сейчас я покажу одно готовое изделие и такую шапочку такие год носки и такую шапочку я шапки пока нет настроения вязать на год мы подождем единственное что я не то что обещала а может быть я взялась очень вязать три пары вот это одному и тому же человеку и скорее всего из остатков я свяжу шапку мне нужно просто вот столько резинки а дальше полоски вот такие и вот если полоски будут все в шапочке да чудная шапка будет прям вот это я так знаете ласково сказал чудненькая шапочка получится но зато нам под каждую пару будет подходить поглянок будет очень длинный высокий а потом я вот эти пара отвяжу и перейду уже на меньшее количество петель то есть вот здесь вот 48 мне кажется многовато хотя хотя мерила на ногу на свою ничего не многовато фотографии делала в ночи ну увидеть можно так нормально вроде как и мы длину в общем я уже с этими носками ничего не понимаю но все-таки на 48 петель мне кажется многовато когда я вот начала на 44 мне как-то это кажется чуть-чуть получше ну отвяжу я на 48 как просит мое первое впечатление от пряжи отличнейшая хорошо что сразу несколько цветов взяла мало того они сочетаются я просто затрудняюсь вот иногда начинаю вязать да и затрудняюсь какой цвет с каким сочетать потому что какой не возьми они сочетаются все но что я заметила вот коричневая она больше всего на супер вошь похоже если вот я взяла только вултайм это не коричневый это какао что ли какао беж какой-то в общем вот давайте попроще коричневый я другой понимаю что да вот не дать не взять супер вошечка только в большем так сказать в пухлом меньшем метраже то есть в большей толщине ниточки вот эта бежевая она какая-то шелковая нежно-бежевая и я трогаю и понимаю вообще на супер вошь не похоже так отдаленно она какая-то шелковая вот шелковое все тут и она по тактильным ощущениям не просто разница с коричневой а очень разница очень это потолще посерьезнее и похоже на супер вошь и аромат какой-то не слегка другой нежели вот от такой вот светленькой назовем зеленая зеленая она какая-то сама по себе больше на подходит коричневый но все-таки не коричневая по ощущениям всех больше похоже вот на супер вошь именно это вязать легко и быстро увидите сколько я тут сразу начала я же говорю что январь февраль март про функал свою коробочку по месяцу пару ты я догоню держитесь я догоню сначала вас догоню потом перегоню хотя хотя попробую к вас догнать видите какие коробочки вот доброго зрителя это у нас наташа вот так что да какие тоненькие да какие хорошенькие да прям все видно ты спичками связаны ничего ничего как пойду вязать носки забуду про плечевые так продолжаю специально вчера довязала один носочек и стираю я парами но тем не менее так как пряжи новые какие сюрпризы ждать стирал один носочек чтобы второй же скорректировать если вдруг понимаешь что что-то не так несмотря на то что по ощущениям они разные вяжутся быстро все довольно таки быстро вяжутся и сейчас вам покажу как выглядит полотно до стирки после стирки если это интересно вот она до стирки почему мне фокусируемся и после стирки вот она чуть-чуть петельки я не парю я не парю только сушу петельки немножко разровнялись а точнее наверное они просто набухли разбухли плечики свои расправили пушочек проявляется уже даже в не стираном полотне он прям потенциально видеть он просится скоро скоро я пойду прям при приближении вот ну и здесь пацан сказал пацан сделал пух действительно начинает выбиваться в основном у супервожки тоже самое происходит просто я говорю когда пряжа портится иногда появляется попадается супервожка не очень хорошенькая вот но это уж на совести производителя да и шерсть режется в разное время года как мне писали разные там условия содержание овечек все имеет значение глубоко углубляться не будем но посмотреть какой хороший полотно после стирки ведь еще раз посмотрим до стирки да здесь там потенциальный телефон алё да здесь вот то же самое только на низком старте а здесь уже щас а здесь же это еще первая стирочка все это будет он даже какие-то кашемировые ощущения в общем и до стирки замечательно а уж после стирки так вообще потолще как будто этот голодненький а это как будто покормили петельки они стали побольше знаете ни один ни два человека мне написали что хотят знакомишься с пряжей даже начали хотят связать лапа пейсу вы знаете я их понимаю вот так если я правда совершенно жаккардов не рублю ну вот посмотрите узоры может толстоват может как я видел папа пейсу супер ушки мне кстати понравилось вот мне кажется неплохая идея связать папа пейсу девочки потом поделитесь впечатлениями как что пряжа мне нравится мне пряжа очень-очень нравится ну и завершение если интересно как я вязала именно этот носочек до количества петель я сказала всего 48 меня как бы 2424 видите я вижу вот когда полоски закончились полоски каждые два ряда были связала пяточку вот кстати момент какой еще если у меня 12 петель на себе вязала колодцы у меня было бы 12 петель то я люблю и здесь 12 поворотных рядов то есть если на 24 петли на спица на 1 то вот таких вот рядочков 24 нас так учили но я всегда беру на 2 меньше здесь должно меня 22 ряда быть 22 пятка получается но я не знаю вот носочек для снежного человека поэтому я как бы вот здесь вот всего 20 рядов провязала то есть если считать от парами поворотными 10 если считать прям по одному 20 я еще пока по количеству петель и рядов никак не про не приноровлюсь вот я хочу сказать пяточки не укреплены потому что вы такие вот знаете на носки фасонистые из кроссовок ну я посмотрю показала можно так можно так как мне сказали так и я и сделаю разные теневые рисунки я буду три пары свяжу с высоким прям очень высокий даже я бы сказала и вот потом эти петли как они были так они и остались лицевыми а здесь я их разделила как-то знаете особенно когда если продолжать вязать на три с половиной очень широкие носки даже какие-то ну некрасивый телефон если не менять спицы то вот в этом месте они даже какие-то непропорциональные смотрелись а вот переход потом на троечку или сразу можно не переходить ко мне нравится сразу вязать троечки полностью к вопросу о переходе цветов ведь я не морочусь меняет место очень хорошо заметно и она мне совершенно вот но способов приемов чтобы лесенки не был сто пятьсот вот тут да я меняю цвет и что и кому и как я иногда это не прячу никогда это не конспирирую вот с одной стороны все окей другой стороны переход цвета хотя полоски не делал большие даже в 4 ряде к не делал чтобы ниточки да они были ну не цепляли там пальцы еще что-то значит про пятку сказал я еще буду думать как что я еще и укрепленный свежую не укрепленный так вот здесь вот 24 петли они распределились как 6 лицевых 3 изнаночных 6 лицевых 3 изнаночных 6 лицевых я вообще не хотела вот эти перегородки делать моя задача была почему я сказал про широкое вот это вот место в носке не очень красивая потому что вот эта резиночка ну пусть даже 6 на 3 резиночка она кого подзабарила бы вот но перейдя на спиц стройка да я поняла что носки приобретают нормальный человеческий вид вот и здесь чтобы не считать сколько там рядов хотя здесь вот очень легко просчитать я все-таки стала делать 4 ряда 2 изнаночных потом 4 ряда еще провязала шахматном порядке еще 4 ряда провязала опять здесь 4 ряда провязала вот здесь когда поняла что надо делать мысочек как бы его отделила и связала после стирки кстати увеличился носок еще так крупно-то увеличился размера сантиметра на полтора сколько это в размере я не знаю вот если меня прям нас носки были по ноге по ноге то сейчас мне вот немножко вот великоват это очень хорошо потому что мужчина натянет вот прям действительно по ножке и будет то что надо но после того как высох по поджался но тем не менее остался чуть больше в размере чем был до того как ну-ка мы сейчас я хочу соединить но идея не самая лучшая потому что я же когда вот носочек расправляю да я его не парю ничего но я тяну я его красиво красиво раскладываю поэтому сейчас давал в полосках явно не совпадение эти полоски они еще не растянуты вот так вот для интерес я кручу верчу все узнать хочу вот разница что называется есть те же самые 7 полосок у меня ну и подводя итог всему вышесказанному хочу сказать что могу смело рекомендовать как спицы так и пряжу конечно ручки подскажут и сразу набор убрать не надо надо взять какой-то любимый номер и посмотреть мне спицы понравились с другими номерами я тоже каской буду знакомить нет я буду обязательно еще брать такие спицы мне они понравились пряжа безусловно мне наверное легче даже было связать из нее что-то плечевое возьми спицы четыре четыре с половиной наверное вот четыре с половиной мне кажется и вяжи себе какую-то ковтюлю кардиганчик сложность именно нас очень у меня сейчас в подборе петель и рядов но я с этим справлюсь кто-то мне скажет татьяну ведь размер то разные вроде и до разные но я вот сейчас индивидуально конкретному человеку да почему я сразу и начала вот только я первых цвета с сочетаемость цвета хотя посмотреть сочетание цветов вот и определиться какие именно ему нужны вот а потом таких стандартных я навяжу для ассортимента чтобы были может я так влюбилась вот в эти носки хочется повторить посмотрим посмотрим чуть-чуть я еще поколдую над количеством петель ну конечно сочетание с тем или иным номером спиц носки будут разные все вот эти которые показала 2 будет связано конечно же как 1 а здесь я еще тоже полоски павлинок полосатый какой нибудь простейший теневой рисунок будет на стопе поэтому как у меня правда исключительно носки не перейти и еще я жду один номер заказала значит эта пряжа у меня из двух магазинов магазин дель цветные я взяла и молочные магазине дель и магазине пакву в магазине пакву только упаковочками надо брать соответственно цены вкусные магазине дель эльвира хозяйка магазина хоть один моточек возьми вот именно один моточки я заказала ибо вот пудровый пудровый моточек он сейчас розовый розовый смотрится на самом деле он не такой он выбеленный розовый и я представляю как классно будет сочетаться вот именно эти полоски и вот это вот какао чтобы называется я не знаю этот цвет я просто захотела такие полоски носки такие не хочу а полоски хочу но нет он не розовый он не розовый я не знаю как показать настоящий его цвет придет покажу все я поделилась своим опытом первым впечатлением делитесь своими впечатлениями своим опытом работы как с пряжей так и со спицами очень интересно будет не только мне мне кажется многим мастерицам почитать в комментариях огромное спасибо за внимание и до новых встреч они обязательно будут вот так